Доброго времени суток, друзья! Наш сегодняшний герой работает в Enter Engineering с начала её основания. За время своей деятельности Андрей Носов участвовал в роли руководителя IT-проектов по автоматизации и цифровизации платформ, которые помогают оптимизировать рабочий процесс. На текущий момент Андрей Сергеевич работает на должности главного аналитика и участвует в реализации инновационных и интересных проектов. Давайте познакомимся вместе с нашим героем и побольше узнаем о его работе. Расскажите в своей деятельности, какую работу выполняете в компании. Работаю я в московском офисе и принимаю участие в тех или иных IT-проектах в роли главного аналитика, в роли руководителя проекта. В основном это IT-проекты, связанные с автоматизацией бизнеса. В современном, в текущих реалиях это цифровизация бизнеса. Что входит в ваши обязанности, чем вы занимаетесь ежедневно? Работа аналитика, она связана с тем, что мы анализируем потребности бизнеса, что требуется сотрудникам, что требуется руководству. Совместно с программистами разрабатываем компьютерные программы, дорабатываем компьютерные программы. Такие как 1С, основной, так скажем, контур операционной деятельности. Командой, кто занимается доработкой, разработкой 1С, мы как раз и дорабатываем существующие продукты, ну и разрабатываем новые. Вы только в офисе работаете или часто бываете в разъездах? Ну, на самом деле, так как я нахожусь в Москве, в большей части, а основная деятельность компании внутри Узбекистана, да, то у меня развязной характер работы, вот. Приходится по долгую службу приезжать в Узбекистан достаточно часто, да, здесь проводить время, потому что бизнес, заказчики, бизнес-заказчики здесь находятся, да, и с ними как раз обсуждать операционные вопросы, задачи. В реализации каких проектов вы участвовали? На самом деле, с 2012 года, да, было много интересных проектов, я, наверное, на самых крупных остановлюсь, которые, да, это первый проект, в котором я участвовал, это создание корпоративного облака, клауд нашего корпоративного, вот. Это было обусловлено с тем, что есть ограничения по отправке электронных писем приложения, ну, при приложенных файлах электронных писем, а объем информации очень большой, нужно пересылать, и руководство поставило задачу реализовать вот что-то наподобие Яндекс.Диска, Google Drive и так далее, вот. Ну, и там, наверное, почти 80% компаний пользуются этим ресурсом для обмена информацией, для отправки файлов. А сейчас я занимаюсь проектом по роботизации, внедрением, получается, технологии RPA. Это своего рода создание цифровых сотрудников для компаний, которые не спят, не болеют, работают 24 часа в сутки, да, вот, и не совершают ошибки. Расскажите немного о себе. Чем увлекаетесь, чему посвящаете свободное время? Я люблю путешествовать, люблю семейные прогулки, гуляем по городу, смотрим достопримечательности. Помимо этого, я учу детей. Здесь, в Ташкенте, организовал учебный центр российской компании «Учи.ру». Дети там учатся о зампрограммировании на младших курсах, а на старших курсах уже достаточно серьезные языки программирования изучают, да, и подготавливаются, так скажем, жить в новом веке, да, потому что сейчас век информационных технологий, и такие навыки, как программирование, да, это уже неотъемлемые части. В командировках Вы часто бываете в Узбекистане. Как Вам наш солнечный край? Узбекистан — это классная страна. Почему? Потому что, ну, во-первых, я здесь родился, вот, я здесь родился, вырос, закончил институт, женился. Ребенок у меня родился в Узбекистане. Мне в Узбекистане очень нравится. Добрые люди, вкусная еда. В Узбекистане все замечательно. Что бы хотел пожелать нашим коллегам? Оставаться всегда в хорошем настроении, работая в интеринжиниринге, внедрять информационные технологии, и быть всегда на позитиве. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова